Мы с вами продолжаем изучение книги Ишайяву, мы с вами в 6 главе, и говорим о духовном событии, которое произошло на 37 году правления царя Узияву. Если он начал править в 655 году, то мы вычтем 37 из 655, и у нас получится где-то в 618 год. Довольно точно можно определить, когда происходит это событие. Теперь можно сравнить то, что говорят ангелы в первой главе пророка Искиэля. Они говорят так. Благословенно слабо Всевышнего, его царство от его места. В чём разница? Здесь подчёркивается, как мы видим это из душа в Мусаафии, из нашей молитвы, что мудрецы, и это как комментарий, они добавили фразу, которой нету в пророках. Там ангелы спрашивают, где место его славы? Почему надо искать место его славы? Если Ишайяву сказал, что вся земля наполнена его славой. Но мы понимаем, что мы находимся уже в другой ситуации. Мы находимся в то время, когда начался голод. И даже ангелы не знают, где место славы Всевышнего, где его можно почувствовать, где его можно ощутить. Они как бы ищут его повсюду, и это соответствует пророческой Артинии и Искиэля. Пророческой Артинии и Искиэля, когда мы видим, что ангелы находятся под сводом небес, и свод небес отделяет их от Всевышнего, они как бы ищут место славы, где проявляется Всевышний. Они говорят, от любого места, где он проявляется, пусть оттуда, пусть там будет благословенно его слава. И мы, как бы, евреи, сыновья Израиля, мы продолжаем молиться, повернувшись в сторону Решалайма, в сторону Храмовой горы, в сторону Храма, потому что мы знаем, к сожалению, не чувствуем, но знаем, что там должна раскрыться, слава Богу, оттуда должно прийти живое ощущение Всевышнего. И это, как бы, здесь мы можем сравнить с тем, что наши мудрецы говорят здесь. Здесь утверждается, что вся земля полна Его славы, и что если Его престол стоит в храме, то вся земля полна Его славы. Когда престол уходит, Всевышний оставляет храм, то это свойство, полна земля Его, вся земля Его славы, оно пропадает, и даже ангелы ищут, где место Его славы, и говорят, откуда бы, из любого места, в любом месте пусть будет благословенно Его слава. И мы говорим, что закачались балки от голосовзывающих, и наполнился дом Ашан, наполнился дымом, мы об этом говорили, пробираемся дальше, и здесь Ижаяу говорит, то ли кинедмети, ки иш, тамэ, статай, мнухи, горе мне, потому что представилось мне, я всё-таки пошёл бы за этим переводом, как за первым, изначальным, потому что я человек с нечистыми устами, и среди народа с нечистыми устами я живу. Ещё несколько слов о чистоте и нечистоке. Мы всегда говорим и стремимся к тому, чтобы соединить материальный и духовный мир. Храм построен для того, чтобы соединить материальный и духовный мир, чтобы в материальном мире ощущалось божественное присутствие, чтобы в материальном мире было богословение, то есть, чтобы всё, что есть силы человека, как бы расширялись, и он мог сделать то, что за пределами его возможностей, почувствовать, сообразить, узнать, да, больше то, что за пределами его возможностей, то есть, как бы, сила духовного мира постоянно обливается, расширяет наши возможности, расширяет возможности природы, да, то, что называется благословение, да, и, как бы, мы говорим о соединении материального и духовного мира. Но можно сказать по-другому, что, образно говоря, между материальным миром и духовным всегда остаётся некоторый зазор. То есть можно говорить о подобии, можно говорить о проникновении силы духовного мира, но нельзя говорить о соединении духовного и духовно-материального. В каком плане? Тора, например, говорит, что кровь не ешьте, потому что кровь – душа. Это условное выражение. Душа – это не кровь, как мы понимаем. И это грубое представление материализации духовности. Душа может проявляться через кровь, а может быть, кровь, как материальная субстанция, она ближе всего к душе, потому что душа находится повсюду и даёт жизненные силы всему, а кровь разносит жизненные силы по всем органам тела. Поэтому, скажем, душа и кровь – они сопоставимы, но они не одни и те же. Тора говорит языком людей, но человек должен понимать, что душа – это не кровь. Кровь не ешьте, потому что она ближе всего к душе. Душа как бы проявляется через кровь, но кровь – это кровь, не душа. Мы говорим о том, что душа животного выходит, когда делают щиту хашерному животному, вместе с первой строей крови выходит душа. Очень хорошо. Вместе с первой строей крови уходит душа. Душа больше, у неё нет материального сосуда, за который она может цепляться и находиться в духовном мире. Горло разрезано, кровь выплеснулась. И, скажем, это первая кровь, которая бьёт, её приносят на жертвенник, её набирают, приносят на жертвенник. И деорайта, с точки зрения Торы, только эту кровь запрещено есть. Естественно, мудрецы ввели много ограничений, и другая кровь тоже получилась запрещена. Но с точки зрения Торы именно эта кровь, в которой как бы душа, но это только как бы, как бы, её нельзя есть. А всегда есть какой-то зазор. У нас есть прекрасная, прекрасная года в трактате Хагига во втором перике, когда Раби Ашуа со своими учениками, Раби Ахушуа бен Хананья, речь идёт уже о времени после разрушения храма, он поднимается на храмовую гору, и он видит там бен Зума, одного из учеников или последователей Раби Акива. И он его спрашивает, бен Зума, откуда и куда? Мы не будем разбирать все подробности, сама в себе года очень красивая. После разрушения храма бен Зума стоит и наблюдает за чем-то. И он говорит, я наблюдал за водами верхними и за водами нижними, и вот между ними два пальца, расстояние два пальца. Всё это было условно-условно, а года никто в пальцах не меряет, морал объясняет, о чём идёт речь. Но нам важно, что между верхними водами и нижними водами есть зазор. Верхние воды – это духовный мир. Нижние воды – это мир материальный. И никаких других посылок здесь не может быть. Когда Всевышний разделяет между верхними и нижними водами, ставит между ними перегородку, то он разделяет между духовным и материальным миром, и это разделение проходит повсюду. Небо, которое, как мы с вами говорили, небо, которое разделяет материальный и духовный мир, оно, небеса, находится повсюду. Рави Яшуа после этого говорит своим ученикам Бензума всё-таки стоит снаружи, вне правильного понимания. Какое же расстояние? Каждый из учеников даёт своё представление о расстоянии между верхними и нижними водами. Один говорит, что это как волос, другой говорит, что это как толщина одежды, другой говорит, что это как волос верблюда и так далее. То есть расстояние меньше, чем два пальца. То есть эта года очень красивая, её можно разбирать очень долго. Но в любом случае то, что мы здесь видим, никто никогда не скажет, что между верхними водами и нижними водами есть прямая, как бы есть соприкосновение, акаша, как бы, может быть, можно было сказать, есть прямое соприкосновение. Этого нету. Духовный мир – это духовный мир, материальный – это материальный. Духовный мир мы можем представить себе через материальный в какой-то степени, но говорить о том, что духовность непосредственно материализуется, об этом говорить невозможно. Есть очень-очень много возможностей утратить верные представления о духовном мире и о Всевышнем, и оказаться, не дай Бог, в такой каком-то аурии, сфере нечистых понятий. Нечистых, опять же, я подчёркиваю в этом плане, как соединение духовного и материального мира. Как, например, ещё раз, понимание, что кровь – это душа, буквальное понимание этого выражения, выражения Торы, а дальше как бы и пошло, и поехало. И это Томес Фатаем, то есть он обвиняет себя, Ишаягу, что он утратил абстрактные представления о духовном мире, что он сблизил представления о духовном мире, о материальном мире, и из-за этого он не может воспринять, как следует, пророчество. Ещё о нечистоте и чистоте можно сказать, что Томе – это близко к слову «сатум», закрытый, человек не может воспринять свет, божественный след не может воспринять как следует. А Тагор – близко к прозрачной, поэтому человеку в состоянии, если мы будем говорить о ритуальной нечистоте, то человеку в состоянии Томе ему запрещено входить в храм, потому что он не может воспринять свет Всевышнего, правильно ощутить, воспринять Всевышнего или вообще не может ощутить присутствие Всевышнего. И тогда запрещено заходить в храм. И дальше мы, я надеюсь, с вами приближаемся. Потому что мои глаза видели Бога воинств, то есть я увидел образ там, где его не надо было видеть, там, где надо было воспринять, наверное, чистый свет, или какую-то тишину, которая вдруг прерывается каким-то голосом информации, как это ощутил Илья Гу. Я всё это опустил на недопустимый уровень, независимо от себя в данный момент, потому что всё время учил не совсем правильно, представлял не совсем правильно. И мы говорим, что Ишаягу был наказан и получил очищение, подлетел к нему ангел, который держал в щипцах уголь. На что это указывает, что ангел держит в щипцах уголь? Что это за детали? Он взял его жертвенника, хорошо, оттуда, откуда происходит искупление. Он взял огонь, который помогает устам тому месту образно, где соединяется материальное и духовное. Он помогает очиститься этому месту огнём, возвысить те представления духовные, которые могли быть неправильными. Моорал говорит, что уста соединяют духовный и материальный мир. Опять же, мы понимаем, каждый раз, когда говорим «соединяем», можно сказать, что остаётся какая-то разница, какой-то зазор. И мы понимаем, почему это так, потому что уста – это слово, а слово – это самое-самое близкое, как бы, скажем, материальное колебание воздуха, которое передаёт духовный смысл, которое передаёт мысль, которая нематериальна. Поэтому здесь проходит соединение. Морал говорит, что идёт за годой в трактате «Не да», когда он говорит, что приходит, когда ребёнок рождается, приходит ангел, который ударяет его по верхней губе, и ребёнок, который утробе матери знал всю Тору, весь духовный мир воспринимал, он тут же забывает. То есть ангел прикрепляет крепче духовный и материальный мир, а материальный мир, он создан для того, чтобы скрывать духовный. Когда вот происходит это скрепление, тоже не абсолютное, а приближение к материальному миру, то скрывается от ребёнка духовный мир. Это уста. И здесь мы видим, что искупление происходит через уста, и Ижаяу сам говорит о нечистых устах, о тех понятиях, которые материализовали, скажем, духовные понятия, и так далее, и так далее. И Нандитави спросил, почему, значит, сказано, что мы вернёмся, я отошёл от того, почему щипцами. Мы представляем, почему щипцами. Так что, скажем, ангел не может взять этот уголь руками. Это опять же образ, что это искупление сильное, сильное такое, что ангел не может взять этот уголь руками, он взял его щипцами и поднёс к губам Ижаяу. И дотронулся уст моих, и сказал, «Нага зе аль сфатейха» – это коснулся твоих уст, огонь, который на жертвеннике, который очищает, в Исар Амунехас ушёл грех твой, в Ихататейха тихупар, и грех твой будет очищен. Нами спросил, почему в дальнейшем есть огода, которые говорят о том, что Ижаяху погиб и через уста грех не был, оказывается, искуплен, хотя здесь говорится, что он искуплен. У меня пока нет ответа на этот вопрос, мы подумаем с вами, пока прибираемся дальше. И дальше как бы не легче, не потому, что не в плане образов не легче, а в плане того, что очень тяжёлое пророчество. И услышал я голос Всевышнего, который говорит, «Этми Ишлах, кого я пошлю? Уми и лех лану, и кто пойдёт для нас?» Может быть, так Всевышний говорит о себе, как бы в уважительном плане иногда, как имя Адуна, это множественное число, также и здесь, ради уважения, он говорит о себе во множественном числе. «Байомар, Генене, Шалахане». И Ижаяху говорит, «Пошли меня». И здесь мы видим параллель, прежде всего, с Маше, которого Всевышний посылает, а он не хочет идти, и он семь дней разговаривает с Всевышним, отказываясь от того, чтобы идти в Египет и возглавить исход, пока Всевышний не гневается на него и как бы обязывает его просто, обязывает, отметая все его аргументы, Маше, он обязывает его пойти в Египет. Здесь Ижаяху по-другому. Он говорит, «Пошли, пошли, пошли меня». И здесь мы можем представить себе, что это действительно большая самоотверженность человека. Пророк – это не просто, скажем, не просто даже учитель, это не кто-то, кто приходит и кто говорит. Пророк – у него все горит, и он переживает за народ, переживает за его состояние. Почему Маше отказывается идти и вводить из Египта? Потому что ему кажется, что сыновья Израиля недостойны, что его самого как бы выдали фараону. И вот как можно такой народ, когда доносят фараону и выдают, как можно такой народ вывести из Египта? И он поэтому отказывается перед лицом Всевышнего. Но даже в этом есть переживание за народ. Есть переживание за народ. И когда он уже становится посланником, то мы понимаем, что он говорит Всевышнему в такой критический момент, когда Всевышний якобы хочет уничтожить народ. Он говорит, «Мехене нам из Ифрейха». «Если ты хочешь уничтожить их, то сотри и меня из книги твоей». То есть у Маше есть динамика, динамика, которая объясняется тем, что изначально он переживает за народ, что ему народ не безразличен, просто у него болит. Потом, когда Всевышний обязывает его, видя его потенциал, обязывает его вывести народ из Египта, он готов пожертвовать собой ради того, чтобы спасти народ. Или он говорит, что если народ этот не годится Всевышнему, то уничтожь меня вместе с ними. То есть пророк – это не только видение, не только соприкосновение с Духовным миром, это глубокое переживание за весь народ. И, скажем, здесь что происходит? Ишаяху тоже обвиняет народ, обвиняет народ, но Всевышний уже, уже как бы ангел коснулся его уст, и, безусловно, через это дал ему что-то понять, то, что нам трудно себе представить. Но его миропредставление изменилось. Его грех очищен, опять же, полностью или не полностью. Это значит, что у него изменилось миропредставление. И он больше не думает, что с этими людьми невозможно говорить, потому что они не поймут его. Сейчас им скажут, что шхина отдаляется, отдаляется, отходит от храма. Они начнут спрашивать, а что такое шхина, допустим. Этот момент у него прошёл. Этот момент у него прошёл. Он ясно видит проблему, и он понимает, что он обязан идти и говорить. И действительно, его пророчество имеет огромное-огромное значение не только для нас, как бы по прошествии времени, но и для того поколения. Если бы не Ишаягу, то Ирушалай им бы не устоял против Санхирива. Потребовалась большая духовная борьба, но можно было говорить и с царём, можно было говорить и с народом. То есть здесь, как бы то, что Маше понимает за 40 лет, Ишаягу сам как бы в пустыне, и только когда с ним начинает разговаривать Всевышний, только когда он на него прикрикнул, Ишаягу здесь понимает, после того, как уголь коснулся его уст. Он больше не скажет, что он сидит среди народа с нечистыми устами, и на него это повлияло, и с ними он разговаривать не может. Как он будет объяснять им про Всевышнего, говорить про Всевышнего, что он отдаляется от храма, как они это поймут, решат, что есть какое-то материальное тело из тонкого эфира, которое отдаляется от храма, пойди, знай, как это будет всё понято. Всё это у него отошло на задний план, и он понимает, что кроме него никто не может спасти народ, и он говорит, пошли меня, чтобы я говорил с ними. «Бойомы гиннени шалахани» и сказал мне, вот я, пошли меня. То есть мы понимаем его параллель с Маше, его тоже такое же, скажем, если не обвинение, то представление о народе, что не с кем говорить, и осознание этого в одну, как бы Всевышний даёт ему осознать это, что это не так, когда ангел касается его уст. «Бойомы рлехва амарта ли амазе» и тут у нас с вами начинается, как говорят, мало не покажется. И сказал ему, и пойди скажи этому народу, «Шаму шамуа бе аль тавину». Слышать вы слышите, но понимать не понимаете. Может быть, здесь можно перевести в настоящем времени, может быть, не поймёте, тоже можно сказать, понимать не понимаете. «Шаму шамуа» слышать слышат, а понять не поймут. «Ура о!» видеть видят, вальт идут, а знать не будут. А знать не будут. Ашмен левха амазе уточнело сердце этого народа, бознав гагбет, и уши его отяжелели, бейнав аша, и глаза свои отворачивает, пен ер-э, чтобы не видеть, бейнав глазами его, убейнав ешма, и чтобы не слышать ушами, у левого я винный, чтобы не поняло сердце его, бейшав в рафо ло, и чтобы не произошло такого, чтобы он раскаялся и излечился. общий смысл как бы понятен. Видят, могут видеть, слышат, могут понять, но не понимают. Не понимают специально, не понимают умышленно. видят, но не знают. Почему не знают? Потому что не хотят. Оточнело, или можно сказать, отучнили, ожирили сердце своё, и уши сделали тяжёлыми. В конце концов, для чего? Чтобы не вышло, чтобы не вернуться и не быть излечённым. Что мы с вами здесь понимаем? И что мы можем представить себе? Нам всегда представляется, что мы должны исполнять заповеди, есть определённые действия, которые мы должны исполнять, и тогда нам будет помощь, тогда нам будет помощь свыше. Это, наверное, правильно, но есть ещё какой-то пласт наших обязанностей, которые мы упускаем, и он относится к духовному миру, к нашим представлениям, к нашим ощущениям, к нашим стремлениям ко Всевышнему. У нас есть глава Бехукатай. Им Бехукатай Телеху, начинается эта глава. Что пишет нам Раши? Что значит Бехукатай Телеху? Будете ходить по моим законам. Он пишет, Амалубе Тора будете трудиться, напрягаться, как бы, в Торе, да? Как, да, я постараюсь объяснить. Бехукат – это законы, которые, в общем-то, невозможно понять. Они как постановление Всевышнего, и их надо исполнять. Раши пишет, что, да, Бехукатай Телеху будете ходить по моим законам, он не пишет и будет их соблюдать. Он говорит, будете, Амалубе Тора, будете трудиться в Торе, да? Трудиться, не изучать, а трудиться в Торе, да? Есть, вот, нам кажется, что всё просто, да? Но есть такой, как бы, такой принцип, да? Такой принцип, да? Вот, да? То есть, если говорить об этой посылке Бехукатай Телеху, то будете заниматься тем, да, тем, что невозможно понять, будете стараться понять, да? Будете стараться понять, да? И это вам даст что-то, да? Мы попробуем представить себе, о чём идёт речь через посылку, которая есть в обведении в Зогар, да? Он как раз берёт эту строчку из Ишаяхова, о которой мы с вами говорили, «Сумаром и нейхим ур у ми баа эли». Поднимите ваши глаза ввысь, да? И представьте себе, и увидьте, кто сотворил это, да? Зогар сразу спрашивает, как можно увидеть, да? Вот, ну, конечно, увидеть, мы понимаем, понять, представить себе, да? Зогар берёт, как бы, это, да, в такую грубую сторону, в грубую ассоциацию, спрашивает, как можно увидеть, да? И он говорит о том, что «р-у ми бара эле», да? Он говорит так, «ми», «ми» – это имя Всевышнего, да? «Р-у», посмотрите, кто, как имя, он сотворил это, да? Что это такое, да? Какой-то выверт, да? Вопрос не может быть именем. Имя всегда, оно как-то указывает на что-то, отвечает на что-то, да? Ну, хорошо там в «Незнайке почемучка», да? Почему? Это вопрос, как имя, да? В принципе, вопрос не может быть именем, да? Что имеет в виду Зор, да? Зор имеет в виду, да, что понять Всевышнего невозможно. Знать, кто такой Всевышний, невозможно, но невозможно и не заниматься этим вопросом, кто он такой, да? И когда ты задаёшь этот вопрос, да, то ответ тебе приходит на каком-то, да, невербальном уровне, приходит через свою душу. Ты лучше понимаешь, кто такой Всевышний, хотя словами, наверное, ты это выразить не сможешь, да? Вот, и можно сказать так, да, что тот, кто любит, он всегда интересуется, ему интересен тот, кого он любит. Он хочет его узнать, он хочет его понять, он хочет понять его желание, устремление, да? Вот, не бывает любви без стремления понять, да? Вот, недаром в Торе говорится, «Воеда Адам Эдхава» и узнал Адам Хаву, да? Вот, и узнал, как бы, в принципе, полюбил, связался, привязался к ней, да? Вот, не случайно узнать и любить начинают быть в каком-то смысле пересекающимися понятиями, да? И вот, и обвинение, которое выдвигает здесь Всевышний, да, вот, и оно в том, что, в том, что есть способность, да, есть способность приближаться ко Всевышнему, да, и она дана, да, но народ отказывается от этого, да, народ отказывается от этого, да? Есть, скажем, нет у него стремления ко Всевышнему, нет у него устремлённости к Всевышнему понять, познать его, приблизиться, прийти в храм для того, чтобы почувствовать его. Эта устремлённость пропадает. И мы понимаем, как эта посылка, она связана с предыдущим, с тем, что было, да, с тем событием, которое было, да, музея входит в храм для того, чтобы привлечь народ обратно в храм. Народ в храм не приходит, да, и это не только формальная обязанность прийти в храм, да, в храм человек приходит для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, да, приблизиться ко Всевышнему, да, почувствовать его там, да, и можно не бояться этого слова почувствовать, да, в трактате Хагига разбирается вопрос о том, зачем приходит человек в храм на праздники, да, «Бы ираэлиха коль схурха шалошпа амим бешана». Пусть у тебя, да, увидится, да, увидится «ираэлиха коль схурха шалошпа амим бешана». Вот, увидится. И как вот это слово разбирается, зачем человек, то есть есть обязанность прийти три раза в храм, подняться в храм, да, войти во внутренний двор, распростереться – это обязанность, да, распростереться перед Всевышним, да, жертва, которую приносят потом, которая называется «Курбан-Рая» – как бы жертва виденья, да, то, что человек пришёл в храм, да, это следствие, как бы, следствие, жертва за то, что ему удалось прийти в храм и распростереться там, да. Главное – заповедь прийти в храм и ощутить Всевышнего, войти во внутренний двор, ощутить Всевышнего. В Хагига разбирается, как это понимать «ираэ». «Ираэ» – вот человек приходит показаться, или человек приходит увидеть, да, и в конце концов приходит к выводу, что и то, и другое, и тот момент, и тот, и другой момент присутствует, человек приходит показаться перед Всевышним, да, и человек приходит увидеть Всевышнего, Опять же, ни в коем случае не буквально, а почувствовать Божественное присутствие настолько ясно, как будто он воспринимает, не воспринимает зрительно. А в остальные дни люди приходят прямо или только на праздник? Он не мог прийти в любой день, в любой день, он может прийти, распростереться в храме, принести Корбамра и Я. В праздник есть обязанность, по крайней мере, какая-то некоторая обязанность есть в праздник. А вот тут, как я понимаю, действие происходит в храме, то есть Ишайя пришел? Ишайя пришел в храм и приходит из будних дней. Он мог прийти в храм из будних дней. То есть, к сожалению, не ясно. Либо он стоит в храме и видит это видение. Что может быть, что он, скажем, решил пойти за Узиягу, чтобы быть там хотя бы. Или это видение, которое пришло ему где-то в другом месте. Здесь мы, к сожалению, среди комментаторов не найдем ясного ответа на это. То есть, если Икраева наполняли храм, то есть это не значит, что он визуал этого храма. Но это не значит, что он стоит в храме. Нет, не значит, что он в этот момент стоит в храме. Он просто может видеть видение. Там, где он был, он видит видение. То есть, здесь как бы гвинтэссенция всего. Всевышний говорит, не хотят приблизиться ко мне. Не хотят заниматься мною. Не хотят понять меня. Им дано и видеть, почувствовать, и услышать, понять. Но не стремятся к этому. И как бы специально закрывают своё сердце. Почему специально закрывают сердце? В принципе, человеку ему не так просто со Всевышним. Может быть, очень хорошо. Это состояние любого пророка. Ему не просто со Всевышним. Хорошо, замечательно, прекрасно. Но нужно быть постоянным. Но это требует, скажем, диалог со Всевышним. Постижение Всевышнего, если так можно сказать. Оно требует постоянного напряжения. И человек иногда уходит. Уходит и говорит, я буду заниматься только простым смыслом Торы. А что там простой смысл Торы? Уже становится непонятно. Только как совершить действие. А зачем? Почему? Непонятно. В наше время, я думаю, что это прямой и непосредственный разговор. Что, скажем, есть проблема, как мы знаем, храма и горы. Нет никакой галактической проблемы, чтобы подниматься, по крайней мере, туда, где разрешено, окунувшись мигу, подниматься в те пределы, которые называются Тусефид Гордус, то, что добавил Гордус, пристроил к храму и горе. Нет никаких галактических проблем туда подниматься. Но изыскиваются многие запреты, не основанные ни на чём, которые опираются на эти запреты, что не следует подниматься на храмовую гору. А поднятие на храмовую гору – это не только поднятие на храмовую гору. Это стремление. Стремление к тому, чтобы был построен храм. Многие люди скажут, а зачем нужен храм? Мы же сегодня прекрасно и замечательно устроились. У нас есть синагоги, у нас есть молитва, у нас есть кашрут. У нас всё есть. Мы замечательно устроились. И нету… Я не халю, я не обвиняю всех, я понимаю, что это далеко не у всех людей. Я здесь халю, не на передовом плане далеко. Но есть тенденция такая, что нет стремления приблизиться ко Всевышнему, нет стремления понять Его, нет стремления увидеть Его руку, как Он управляет всеми событиями. То есть это корень всех причин, откуда всё начинается, вся проблематика, вся испорченность, она идёт от недостаточного стремления к Всевышнему. И часто люди сами как бы уточняют, если так можно сказать, своё сердце. Почему? Чтобы не излечиться от того забывания, от того состояния, в котором они находятся, отсутствие поиска духовности, не излечиться от этого и не вернуться ко Всевышнему. Я уж не говорю о том, что, скажем, да, часть народа остаётся за пределами Святой Земли, да, вот, и понятно, что, ну, скажем, здесь есть определённая ущербность. Если не преступление, то ущербность в то время, когда можно жить на Святой Земле, где, мне всякого сомнения, ощущение Всевышнего гораздо острее, чем в любом другом месте за пределами Земли, да. Вот, и нету этой устремлённости, нету этой устремлённости приблизиться и приблизиться ко Всевышнему, то есть жить на Святой Земле, да. То же самое я бы сказал, то есть есть много как бы аспектов, которые можно, то есть трудно ухватить, о чём здесь речь идёт, да, вот, есть способность понять, не понимают, есть способность как бы увидеть, почувствовать, не чувствуют, да, в каком-то смысле, в какой-то степени делают это специально, да, чтобы не излечиться, чтобы не вернуться ко Всевышнему, не вернуться ко Всевышнему по-настоящему, да. Вот, трудно ухватить это, да, о чём идёт речь, но, да, как бы, но это корень, корень всех проблем, да, вот, скажем, да. То есть много можно, много можно, скажем, да, увидеть моментов, которые уводят от настоящего приближения ко Всевышнему, создают для человека комфортную, комфортную какую-то ситуацию, помещают его в комфортную среду и уводят его от настоящего поиска Всевышнего, да. Вот, скажем, один из моментов, я не боюсь сказать, да, это занятие кабалой. Я не берусь говорить про всех, не упаси Бог, да, но занятие кабалой, когда человек не проникает в смысл терминов, он просто их называет, он расставляется в схемах, да, что есть что, как и что, что куда переходит, да, и так далее, и так далее, да, без попытки, да, без попытки прочувствовать эти моменты, да. Да, Фарье Каплан, он говорит о том, что, скажем, капуалистические термины, в том числе, там, сферот, скажем, является понятием медитативным, да, медитативным, то есть не только мозгами, да, а то можно прочувствовать эти понятия, нельзя ими оперировать бесчувственно как-то, да, вот, это один из, скажем, один из моментов, да, вот, и, наверное, есть много проявлений в нашей жизни, да, да, ну, проявлений в нашей жизни, вот, и такого, как, скажем, запрет подниматься на храмовую гору без особых оснований, да, скажем, да, которые указывают на то, что нету, нету в душе достаточного стремления, достаточного стремления ко Всевышнему, желание приблизиться к нему, почувствовать его вот столь же чётко, как будто ты его видишь, понять, да, понять, о чём идёт речь, да, вот, это, как бы, эти моменты, они, значит, в качестве примера я приведу вам, вот, как бы, из своего опыта, из жизненного своего опыта, в девяносто седьмом где-то году поднялся на храмовую гору со своим учеником, другом, который, к сожалению, погиб в теракте, и Ица Кеймес, да, человек, который занимался проблемами храма, вот, написал комментарий на галактический труд Шилтэй Гебурим, написал на иврите, огромный труд, вот, такой толщиной книжка огромная, вот, человек серьёзно занимался храмом, водил экскурсии, вот, и русскоговорящих водил, водил, к сожалению, погиб в теракте, его убили из проезжающей машины вместе с женой, Ица Кеймес и Талия Имес, вот, и, что вы говорите? Талия, Талия, вот, и, да, что я хотел сказать, да, где-то в девяносто седьмом году мы поднялись для того, чтобы сфотографировать там, то, что на храмовой горе, то, что делают арабы, там, незаконные раскопки и так далее, вот, сейчас, наверное, это уже совсем бесполезно, но тогда была надежда какая-то ещё повлиять на этот процесс, да, вот, и Иуда Ицион, есть такой интересный человек в Израиле, он взял эти материалы и подал в богатство, да, вот, и ответ богатство был такой, да, что нету смысла вмешиваться в этот процесс, что там копают арабы, что они там нарушают по соглашениям, которые установлены, потому что народ Израиля, он не чувствителен к этому месту, да, понятно, что это ложь, понятно, что это ложь, да, вот, но есть в нём доля правды и есть отговорка такая, я бы сказал, реальная отговорка, да, вот, но нет у нас чувствительности, нет у нас чувствительности к храму, да, не можем мы себе представить, что такое, что такое храм, да, есть, скажем, да, вот, я не хочу сказать, что это положительное, положительное явление, здесь я очень осторожно, ни в коем случае там я не готов там хвалить этого поклонников, но просто как бы некоторое сравнение такое, да, у Леавдель Меавдалот, у христиан есть такое понятие «Иерусалимский синдром», да, вот, приезжает кто-то в Иерусалим первый раз там, да, и, может быть, не первый раз, и охватывает его такое чувство, что он полностью как бы отключается, да, это всё не наше, чужое, да, но тоже я хочу сказать, у нас нету такого чувства, да, нету такого чувства восторга, да, когда мы, когда мы в Иерусалиме приближаемся к старому городу, к стене плача, когда мы поднимаемся на храмовую гору, да, у нас чувство как-то, чувство несколько атрофировано, да, ну, лишнее для нас это всё, да, вот как бы, вот есть такое, есть такое ощущение, да, вот, не знаю, может быть, я много слов сказал, да, но, обобщая, можно сказать, вернуться к тому, что говорит Зовар, да, что не может человек не стремиться, да, не стремиться понять Бога, да, вот, понять Бога невозможно, но когда человек задаёт вопрос «Кто? Кто он?», этот вопрос превращается в ответ, превращается в имя. Почему? Потому что он получает ответ, да, так или иначе, на каком-то уровне, да, то есть есть стремление к Богу, да, есть стремление к Богу, да, и это неотъемлемая часть нашей, неотъемлемая часть нашей жизни, и когда она, когда это стремление уходит, да, куда-то на задний план, и всё становится более-менее формальным, да, опять же, никого не обвиняя, да, мы смотрим в пророка, да, вот, и пытаемся представить то, что он говорит, да, более-менее становится формальным, да, мы стремимся больше к своему удобству, да, духовному или материальному, да, да, возникает проблема, да, который, можно сказать одним словом, да, Бог обращается к Ишаягу и говорит, да, перестали, перестали искать меня, да, более того, есть у них способность, есть возможность, да, есть возможность прийти в храм, но закрываются от этого, да, чтобы не вернуться к Богу, потому что с Богом, да, жить с ощущением Божественного присутствия – это очень трудно, да, даже стремиться жить с ощущением Божественного присутствия – это очень трудно, да, вот, опять же, вот, и можно не делать конкретные выводы, можно сейчас не бросаться куда-то, да, но мне кажется, очень важно понять этот момент и представить себе, да, что кроме действий, кроме исполнения заповедей, да, есть стремление ко Всевышнему, у человека в душе приблизиться к нему, понять его, насколько возможно, насколько его возможности дают ему, возможность понять Всевышнему, да, постоянно этот вектор стремления. Когда он пропадает, да, Всевышний говорит, да, что это проблема, с которой начинаются все остальные проблемы.